Главный подарок для Алтайской Федерации на Международный день шахматы, который прошел не так давно, включение краевых соревнований и мемориал Василия Лепихина в этапы Кубка России. К этому в регионе шли 10 лет. И когда мы увидели, что уже собирается, несмотря на лето, более 90 участников, мы обратились к обещателям и показали, что, наверное, пора переходить на новый уровень. То есть на новый уровень он несет за собой то, что приезжают более сильные игроки. Обещатели согласились, соответственно, они обеспечили нашу часть призового фонда, вторую часть обеспечит Федерация шахмат России. И в итоге мы видим, что к нам поехали гроссмейстеры. А вот сам Василий Лепихин остался лишь кандидатом в мастера спорта. Однако его достижения сложно недооценить. Чего только стоит конкуренция на равных с будущим трехкратным чемпионом СССР Леонидом Штейном. А ведь шахматы для сибирского гения были лишь хобби. Днем работал бухгалтером на заводе, а вечером учил юных спортсменов премудростям 64 клеток. Притом один из его учеников, Юрий Разговоров, даже как-то выиграл наставника. А он остальных наших, даже вот Куров, он играючи обыграл. Ну потому что люди, неопытные, они сразу проигрывали. Потому что он в атаку шел, знал, как надо играть. Теперь играет в честь Лепихина. Мужской этап собрал 67 участников. А вот на женский всероссийский, красоты Алтая, проходивший параллельный мемориал у Лепихина, спортсменок собралось в два с половиной раза меньше. Часть гроссмейстеров переманил Moscow Open. Тем не менее, у нас призовые тоже немаленькие. Совокупно за оба турнира более миллиона рублей. Но привлекли гостей не только деньги. Я первый раз в этом клубе. Пока мне все очень нравится. Современные шахматы и хороший, просторный, светлый зал. Так что мне все нравится. Ленинградской области не уступает? Нет. Те условия, которые сейчас созданы в клубе, это как раз и способ привлечь профессиональных спортсменов. Очень высокий уровень оборудования сейчас у нас в клубе и возможность проводить онлайн игры. Кстати, за матчами как со стороны мужчин, так и со стороны женщин можно следить онлайн. Помогают в этом высокотехнологичные доски. Пошел конем, он видит, с какого поля, на какое пошли он видит. В смысле в онлайн срабатывает устройство, там микросхема стоит, все это срабатывает. Часы, ход сделали, он даже фиксирует, что если часы нажались, то ход автоматически в онлайн переключится, что ход в круги. Оба турнира по классике продлятся до 30 июля по одной игре в сутки. Возможно, в следующем году организаторы изменят подход и увеличат число туров в день, чтобы этапы кубка не были столь растянуты по времени и региональным гостям было проще. Также в планах у федерации развивать и мужской, и женский турниры. Так, лучшим женщинам-грассмейстерам готовы оплачивать гостиницу. А это, в свою очередь, может подтянуть остальных соперниц и в целом повысить престижность соревнований. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...